как справиться с низкой самооценкой никогда запомните для эзотерика это очень важно это закон эзотерики никогда запомните не оценивайте свою жизнь не принимайте чужую ложь по отношению к себе почему у каждого жизнь своя если он человек говорит ты какашка все какашки почему мы живем в одном социуме знаете не лучше и не хуже с чем говорит и плохая хороший не бывает ни плохих нехороших почему не бывает идеальных людей поэтому случае если кто-то хорош в чем-то то в чем-то он будет не хорош а если он будет чем-то не хорош что он обязательно в чем-то будет хорош поэтому однозначно как не бывает совершенно плохих людей однозначно не бывает и совершенно хороших кстати почему-то сегодня на достоевского съехал в этом же в этой же книге по моему идиоте были еще слова эти слова звучали так что каждое зло или каждое преступление которое совершается она имеет доброе начало и там очень много об этом говорится я согласен с этим я согласен с этим так что князь мышкин которого споймали две кошки оказывается мог многому научить людей человечества и вот как раз там есть такой нюанс в этой книге это нюанс который был связан с тем что было сказано что у каждого плохого поступка не может быть плохого плохой задачи потому что любой плохой поступок он имеет благородную и хорошую первопричину то есть там помочь себе помочь близким выжить или еще что-то сделать там построить семью но представляете как сказал беты в книге фауст он сказал я тот кто вечно искал зло но чтобы не делал получалось благо и конечно же так же получается у людей и очень часто люди которые стараются сделать доброе для другого человека в итоге делают для него зло очень часто люди которые могут навредить человеку из думаю что они делают зло они могут создать добро почему мир переменчив и люди до конца не понимают потому что они не знакомы с законами эзотерики они не понимают общей картины и очень часто совершают ну вот совершенно непонятные для себя поступки и потом несут за это